Я читаю из книги Ивана Петровича Плет «Капля росы», чтение на каждый день. «Он хочет, чтобы мы оставались в мире для свидетельства о Господе, но чтобы мир в нас не проникал». Размышления на Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 14 по 16 стихи. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». По своей сущности мы не от мира, как и наш Господь. Это нас сродняет. У нас с Христом одинаковые интересы, одинаковая настроенность мыслей, одинаковое направление в жизнь. Но это в духе. Если мы живем по духу, то единство с Господом очевидно. В то же время в нас остается плотская природа. Она всегда тянет к злому, и ее нужно опуздывать. «Христос не просит, чтобы его последователи были взяты из мира, хотя весь мир лежит во зле». Ссылка на первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. «Желание Господа, чтобы Небесный Отец сохранил верующих от зла. Значит, находясь в окружении зла, можно от него сохраниться. И Христос заботится об этом, просит Отца, чтобы Он сохранил учеников. Мы убеждены, что Иисус Христос знал, о чем просит, и все Его просьбы Отец обязательно выполнит. Значит, мы имеем право и даже должны рассчитывать на действия Бога, который будет хранить нас от зла. И нет нам оправдания, если мы все же не сохранимся. Он хочет, чтобы мы оставались в мире для свидетельства о Господе, но чтобы мир в нас не проникал. Господь Иисус был в этом мире, но не соединился с Ним. Он не был своим ни в политической, ни в социальной, ни в религиозной системе этого мира. Он не имел ничего общего с Эридианами, уклонялся от ревнителей за освобождение Израиля, которые хотели, чтобы Иисус стал их царем. Христос постоянно учил людей, но был далек от мирской системы образования. Он делал людям много добра, не один раз кормил их, когда они были голодны. Но он не стал сотрудничать ни с какой социальной службой. Христос призывал людей к Богу, учил служить Ему, но делал это несовместно с религиозными вождями. Жизнь и служение Господа Иисуса – пример для Церкви Христовой. «Мир лежит во зле и не может дать нам никаких духовных богатств, поэтому обращаться к Нему за этим не следует. Все необходимое для нас находится только в Боге». «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Первое послание Иоанна, 2 глава, 27 стих.